Это Вести Ульяновск на России 24. С вами Артём Петров. Добрый вечер. И вот первые итоги уходящей пятницы. Из ветхого барака в новое жильё. Стены все ровненькие, обои все чистенькие, места много, очень светло. Когда даже большие окна в новинку, программу переселения пополнила очередная семья. Забегаю, кричат пожар. Он рисковал собственной жизнью, но вынес из пожара незнакомых людей. О героическом поступке оперу полномоченного из Кузоватого. Репортаж Олега Тюрина. Новые витражи. В группах стало намного светлее, уютней. Детям стало просторней, потому что окна большие, светлые. В группах стало, главное дело, очень тепло. В Димитровградском детском саду стало светло, тепло и уютно. Из аварийного барака в новую многоэтажку в Ульяновске продолжают расселять жителей оползневой зоны в Ленинском районе. Это собственники домов по улице Любови Шевцовой и переулку Брюханова. В равных долях программу финансирует как региональная казна, так и городской бюджет. Одними из первых с новосилием переселенцев поздравляют депутаты Ульяновской городской думы. Подарочный сервис для Татьяны Петровой как раз пришелся к столу. Хозяйка еще не успела разобрать все вещи, но с гордостью показывает гостям свои новые жилые метры. В просторную двушку она вместе с супругом переехала из барака. Ветхий дом без каких-либо удобств после оползня и вовсе стал трещать по швам. Стены все ровненькие, обои все чистенькие, места много, очень светло, большие окна, к чему мы не привыкли. Вот, замечательно. Программа делает, на мой взгляд, все же пока еще первые шаги. Я думаю, ее нужно расширять, увеличивать объем инвестиций для этой программы. Стараться, чтобы как можно больше людей переехали и начали жить комфортно. По решению городских властей переселение проходит поэтапно. За два последних года в новые квартиры заселились более 120 ульяновских семей. Ежегодно 10 ноября в нашей стране отмечается праздник сотрудников органов внутренних дел России. В День полиции традиционно проходят торжественные мероприятия в честь действующих сотрудников и ветеранов МВД. В празднике не забывают и о героях полицейских, погибших при исполнении служебного долга. В нашем регионе их 80 человек. Сегодня в честь грядущего праздника возле памятника полицейскому состоялось торжественное построение и возложение цветов. По традиции, в День полиции работники МВД выходят на службу в парадной форме. Традиции чтут и ветеранов службы. Какие должны быть качества современного полицейского? Я считаю, должно быть, как у милиционера. Я считаю, такие качества должны быть. Какие это? Честь, достоинство. Ну и самое главное, внимательное отношение к нашему граждану. Самое внимательное отношение. Тогда и, как говорится, люди потянутся к нам. Сегодня же молодые полицейские приняли присягу. Сотрудники поклялись служить на благо людей, быть честными, справедливыми и всегда стоять на страже закона и порядка. Я считаю эту работу престижной, стабильной. К тому же получилось соответствующее личное образование. Ну и хотелось бы применить его на практике. Лучшим сотрудникам полиции сегодня вручили региональные и ведомственные награды. Спасение людей из огня – дело рук не только спасателей и пожарных. На помощь приходят и полицейские. Один из них, вот он у нас на экране, зовут его Дмитрий Малина. Он у первополномоченной отделения уголовного розыска. Подробнее в репортаже Олега Тюрина. Забегаю, кричат пожар. Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в жилом доме. Из квартиры огонь стремительно начал подбираться крыши здания. Дым из этого окна повалил ровно в полдень. Самостоятельно выбраться из полыхающей квартиры у ее постояльца просто не было шансов. Из-за угарного газа мужчина потерял сознание. Рискуя собственной жизнью, еще до приезда пожарных расчетов, спасать своего соседа бросился Дмитрий Малина. Полыхающий дом мужчина увидел случайно. Сам живет напротив и в это время должен был находиться на работе. Домой зашел по семейным обстоятельствам. Планы поменялись в один миг. В двух десятках метров люди были в смертельной опасности. Потом на одну очередь за это место взял камень и утром для себя. То есть она взломалась вместе с косяком. Дмитрий Малина – полицейский. Профессиональные навыки оперуполномоченный уголовного розыска применил на практике. Вот только героизму Дмитрия никто не учил. Рискуя собственной жизнью, он ворвался в горящую квартиру и на себе вынес человека, который лежал без сознания. Пожарные бригады прибыли на место, когда уже все были в безопасности. Обгоревшего мужчину доставили в местную больницу. К нам в лечебное учреждение машиной скорой помощи был доставлен пострадавший после пожара с диагнозом термический ожог лица, туловище первой и второй степени. Больной был выписан после лечения на дальнейшее амбулаторное лечение. Сам пожар произошел еще в конце августа. Но о героическом поступке оперуполномоченного известно стало только сейчас. О том, что Дмитрий спас человека, знали лишь его коллеги полицейские. И то, по показаниям свидетелей. Ко дню сотрудников органов внутренних дел о герои оперуполномоченным узнала вся Россия. 13 лет назад Дмитрий Малина надел тогда еще милицейскую форму. И все это время добросовестно исполняет свой служебный и гражданский долг. Могу его охарактеризовать как добросовестного сотрудника, у которого одни из самых высоких оперативно-служебных показателей в работе. Сам Дмитрий не считает себя героем. Говорит, что на его месте любой поступил бы так же. Но руководством местного отделения полиции уже подготовлены документы для представления мужчины к ведовственной награде. О сотрудниках правоохранительных органов, об истории создания ульяновской милиции речь сегодня пойдет и в программе «Тема дня». Мой коллега Дмитрий Емельянов уже находится в студии программы. Так, Дмитрий, здравствуйте. О чем же сегодня будет беседа и, главное, кто гость в студии? Добрый вечер, Артем. Сегодня о том, кто и как начал ловить преступников в революционном Симбирске, расскажет наш с вами коллега, журналист Владимир Миронов. Он автор нескольких книг об местной полиции и милиции. Обещает поведать о самых дерзких бандах, которые орудовали на ульяновской земле. Спасибо. Обязательно предоставим вам слово через несколько минут. Спасибо, Артем. Досмотрим новостную программу и приступим к беседе. Ну а мы продолжаем выпуск. Налоговая инспекция вновь открывает двери для ульяновцев. Завтра с 10 часов до 15.00 сотрудники Федеральной налоговой службы расскажут о нововведениях. В законодательстве ответят на вопросы по системе налогообложения. Также помогут с оформлением декларации. Все желающие смогут более подробно узнать об исполнении налоговых уведомлений по имущественным налогам и по налогу на доходы физических лиц. Сейчас сотрудники налоговых службов более подробно смогут рассказать о том, кто обязан платить налоги, кто имеет право на льготы и ставить налоги на территории конкретного муниципального образования. Кроме того, все желающие смогут пройти регистрацию на интернет-ресурсе «Личный кабинет налогоплательщика» для физических лиц. С его помощью можно в онлайн-режиме подавать информацию о доходах, проверять наличие задолженности и направлять запросы в налоговую службу. Для регистрации при себе необходимо иметь удостоверение личности. В Ульяновске продолжается реализация программы формирования комфортной городской среды. В ходе проекта в областном центре ремонтируют дворы и общественные пространства. Как пример, зеленая зона на Камышинской. Здесь уже проложен кабель уличного освещения, установлен поребрик, практически завершена укладка плитки. Чем понравилась данная плитка, тем, что у них высокое качество. Как в геометрии. Геометрия влияет на качество укладки плитки. То есть погрешность там несколько миллиметров всего. То есть один, грубо говоря, миллиметр, не больше. Вторая ее особенность – это технические характеристики, прочностные. Дни, когда, например, у нас с утра прошел дождик, а в ночь начались заморозки, то есть ее не будет разрывать. Любобытный факт – само плиточное полотно зашифровано морзянкой. Сейчас ее может прочитать тот, кто разбирается в азбуке Морзе. Позже будет и сама расшифровка. Но пока это держится в секрете. Впрочем, местные жители уже готовы дать оценку преобразования. Закладные уже забетонированы под опоры уличного освещения. И, конечно, освещение будет совершенно другого уровня, так как это происходит сегодня во дворах, где реализуется комфортная городская среда. И люди действительно говорят, что устало как днем. Ночью, как днем. Освещение принципиально другого уровня. Зеленую зону на Камышинской будут освещать светодиодные лампы. Основные работы на этом бульваре должны быть завершены к следующему году. Здесь также планируется установить скамейки, детские игровые комплексы, а также входные группы. Увидеть свет сквозь новое окно. В Димитровграде продолжается работа по развитию и модернизации образовательных учреждений. Только в этом году с современными, а главное, безопасными оконными блоками обзавелись уже 11 детских садов. В одном из них побывал мой коллега Павел Игнатьев. В три долгих месяца Димитровградский детсад «Дельфиненок» пустовал. Причина – полная замена витражей зимнего сада и оконных блоков. На время ремонта 296 маленьких воспитанников из 13 возрастных групп временно разлучились со своими друзьями. Проблем с этим не было. Детки посещали другие детские сады. И 4 июля все вернулись в свой любимый детский сад «Дельфиненок». В просторных комнатах с новыми окнами мальчи рисуют песковый стеклей и собирают дома из кубиков. Дети укрыты от ветра. Главное – ограждены от несчастного случая. Закрываются все окна для безопасности. 149 окон на общую сумму более 2 миллионов рублей. Подрядчик заменил в срок. Все работы от демонтажа старых конструкций до установки новых витражей под неусыщенным контролем общественных наблюдателей и числа родителей. Все нарекания устранялись сразу. Поэтому результатом они довольны. В группах стало намного светлее, уютней. Детям стало просторней, потому что окна большие, светлые. В группах стало, главное дело, очень тепло. На прошлогоднем совещании по вопросам модернизации дошкольного образования обозначили 29 объектов, включенных в программу по замене оконных блоков. В этом году очередь дошла до 11 детсадов Димитровграда. В будущем работа продолжится. На следующий год 10, и через год остается 8 детских садов. И в городе Димитровграде 100% будут заменены окна. С учетом экономии бюджета детский сад получит еще одно обновление. Данное поручение глава региона Сергей Морозов дал министру образования и науки Ульяновской области. Сразу говорю о том, чтобы из этой экономии часть денег была отдана в полном объеме, конечно, отдана на ремонт фасада вот этого дельфинерка. Замену окон в домах для самых маленьких в областном бюджете отмечено особой строкой. В дополнение к помощи правительства детсады курируют и частные предприятия Димитровграда. Сейчас с ними подписан ряд соглашений по дальнейшей социальной поддержке учреждений дошкольного образования. Павел Игнатьев, Сергей Свешников, Вести Ульяновск из Димитровграда. На этот час у нас все новости. Итоги уходящей пятницы в 21.44 уже на «Россия-1» подведет мой коллега Владислав Витковский. А я с вами прощаюсь. И прямо сейчас тема дня. Субтитры предоставил DimaTorzok Минус 2, минус 4.